В Абдахатаевском районе сотрудники полиции задержали двоих мужчин по подозрению в разбое. Жертвой злоумышленников оказалась жительница села Холобарк, проживающая одна, чем и воспользовались преступники. Патимат Ханапова разбиралась в подробностях этого дела. Ей слово. Они знали, женщина проживает в доме одна и хранит крупную сумму денег. Вступили в преступный сговор и совершили разбойное нападение. Находилась дома, лежала на этой кровати. И вдруг слышу, как взламывают дверь. Зашли, повалили меня на пол. Завязали этим одеялом и начали просить деньги и драгоценности, приставив нож к горлу. Потом они полезли сами искать. Все растормошили. Нашли дипломат, разбили его этим ножом и вытащили оттуда сбережения. В общей сложности они завладели суммой в размере более 300 тысяч рублей. Преступниками оказались 32-летний уроженец селения Дуакар и 30-летний уроженец селения Наци. В ходе допроса задержанные полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Я знал, что она пенсию получает. Живет одна. Детей нет. Поэтому зашли к ней. Через двери, двери выломали и зашли к ней. Кто предложил? Идея чая была? Курбана. Когда он вам предложил? Ту ночью. Вот такая специальность. Помощник бурильщика, да? А, помощник бурильщика. А, все, понял. Уроженец судимый? Да. За что? Побои. Когда это было? Точно не искали. 15-16. 15 было, да? Да, где-то так, точно. И какое было решение суд? Условно. Сколько дали? Два, по-моему. Тоже подробностно, по-моему. Где это произошло? В Ставропе. Ну, как можно не знать подробностей, по отношению вас, которые приговор вынесли. Потратить аккуратные деньги преступники не успели. Похищенные средства в полном объеме удалось возвратить пострадавшей. В настоящее время решением Кайтакского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под сражу. Стоит отметить, мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Патимат Ханапова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Дахадаевский район, Новости 24.